Здравствуйте, ребята! Начинаем урок физики по теме условия равновесия рычага, практическая работа условия равновесия рычага. Цель урока – формулировать и применять правила момента сил для тела находящегося равновесия, а также при решении задач. Для достижения поставленной цели нам необходимо предоставить следующие понятия. Понятие правила момента сил, при каком условии тело способно вращаться вокруг неподвижной оси, при каком условии тело будет находиться в равновесии, уметь применять правила момента при решении задач. В предыдущих уроках мы с вами узнали, что такое рычаг, что такое точка опоры, как определить расстояние между точкой опоры и прямой. Обратите внимание на рисунок 1 и на рисунок 2. Вы видите рычаги. Определите, к какому роду они относятся. Как приложены силы на рычаги. Правильно, ребята. На рисунке 1 рычаг первого рода. Силы приложены по обе стороны от точки опоры. На рисунке 2 рычаг второго рода. Силы приложены по одну сторону от точки опоры. Условия равновесия рычага. Момент силы позволяет определить условия равновесия вращающихся тел, в том числе и рычага. Для равновесия рычага необходимо, чтобы модуль моментов сил, действующих на него, как по направлению, так и против направления движения часовой стрелки, и должны быть равны. Основанием для такого осуждения является опыт. В данном случае мы видим его на экране. Подвешивая грудь различные массы на плечи рычага, приведем его в равновесие. С помощью шкалы на линейке легко найдем плечо сил, действующих на рычаг. Зная величину действующих сил и их плеч, определим моменты этих сил. Рычаг находится в равновесии, когда действующие на него силы обратно пропорциональны плечам этих сил. Составляя краткую запись, по данному нашему опыту, сделаем вывод, что Момент силы, действующий на левую часть рычага М1, равен 1,6 ньютон умножить на метр. Момент суммы, действующей на правую часть рычага М2, равен 1,6 ньютон на метр. Итак, опыт подтверждает, что сумма моментов сил, действующих слева от оси вращения, равна сумме моментов сил, действующих справа от оси вращения. Представьте на минуточку себе, если мы вместо этих грузов повесим другие грузы, что произойдет? Конечно, сила изменится. Таким образом мы можем с вами сформулировать правила моментов. Правила моментов. Тело, способное вращаться вокруг закрепленной оси, находится в равновесии, если сумма моментов сил, вращающих это тело по часовой стрелке, равна сумме моментов сил. Принцип действия рычажных весов основан на условии равновесия вращающегося тела. Вы, ребята, видите виды весов. Они у нас бывают различные, механические, электромеханические, торговые и почтовые. Ребята, для того, чтобы научиться правильно решать задачи, мы поработаем с учебником Башарулы 2017 года издания на странице 156. Вы видите перед собой пример решения задачи, который состоит из двух случаев. Мы с вами рассмотрим пока один случай. Составим краткую запись на основании рисунка 5.25. Теоретический анализ условия задачи подсказывает нам следующее, что сумма моментов сил, вращающих тело против часовой стрелки – М1 плюс М2. Сумма моментов сил, вращающих тело по часовой стрелке – М3 плюс М4. Согласно правилу моментов, рычаг может находиться в равновесии при условии, если выполняется следующее – М1 плюс М2 равно М3 плюс М4. Если это условие не выполняется, то рычаг начнет поворачиваться. Подставляя данные задачи в последнюю форму, мы с вами видим, что сумма моментов сил, вращающих тело против часовой стрелки, равна 0,9 Нм. Сумма моментов сил, вращающих тело по часовой стрелке, равна 0,6 Нм. Из этого видим, что моменты в данном случае не совпадают. Значит, в данном случае рычаг не может находиться в равновесии. Он будет поворачиваться против часовой стрелки. Условия решения задачи для второго случая, ребята, вы выполните в домашних условиях. И покажете на обратной связи педагогу. Дальше мы продолжим с вами практическую работу условия равновесия рычага. Цель работы – выяснить, при каком условии рычаг находится в равновесии. Сформулировать условия равновесия рычага. Перед вами два способа определения момента сил. Таким образом и существует два способа решения данного задания. Для того, чтобы правильно вычислить вам эти способы, дальше вы будете заполнять данные в таблицу. Как только вы заполните данные в таблицу и найдете недостающие элементы, вы сможете определить цель данного урока. Я вам помогу с решением первого способа. И на основании данного способа вы выполните второй способ данной практической работы. Ребята, ни в коем случае не переписывайте условия задачи. От вас требуется только записать краткую запись, систему перевода Си, решение и окончательный ответ записать в таблицу. Итак, решаем второй способ данной практической работы. После этого запишите вывод согласно цели работы. Урок подходит к концу. Для того, чтобы проверить, как вы усвоили материал данного урока, я предлагаю вам ответить на следующие вопросы. Что называется рычагом? Какую величину называют моментом силы? При каком условии рычаг находится в равновесии? Если вы смогли ответить на данные вопросы, то это будет показателем успешного усвоения пройденного материала. Далее, ответьте на вопросы рефлексии, запишите домашнее задание. Обязательно обратите внимание, что необходимо выучить формулы момента силы, определение условия равновесия рычага и данные определения к этой теме урока. Дополнительную информацию по данной теме урока вы можете найти, пройдя по ссылке, которую видите на данном экране. Так, ребята, вы получили самое основное содержание по новой теме урока. Другие материалы вы получите от своего учителя. Если у вас возникли вопросы, вы их можете задать учителю. Всего вам доброго! До новых встреч!